Так, ну хорошо, доказывать будем? На то, что это происходит. А? Нужно доказать, но не знаю, как. Нужно доказать, но не знаю, как. Отлично. Тогда вам следующий факт. Есть две прямые и вот это. Доказать, что вот эти углы равны. Между прочим, господа, это одна из важнейших теорем седьмого класса. И как только вы ее докажете, так мгновенно получится теорема о сумме углов треугольника. Объясняю почему. Вы, когда проведете параллельно через точку B прямую, прямой отсек, то посмотрите, пожалуйста, на эту картину и на эту. Здесь угол альфа, он будет равен вот этому углу. Согласны? Не знаю, понятно или нет? Замечательно. Здесь угол гамма, значит он что будет равен? И у нас получаются углы альфа, бета и гамма. Вместе 180 градусов. Идею поняли? Да. Отлично. Так, поняли? Да, пожалуйста. Ставите вот так, чтобы получиться прямой. Нет, секунду. Это я только что объяснил. Да. Я объяснил вам только что, как из этой картинки получать это. Это правда. Вопрос как это выяснили? Ребята, это один из важнейших и простейших факторов геометрии. Если у вас есть много-много-много-много параллельных прямых, неважно на каких расстояниях вы указали, и вы проводите прямую, то все время будет один и тот же угол. Как это объяснить? Как это доказать? Да. Если две параллельные линии проживает одна прямая, то есть она проживает под одним углом через облик через правильную. А почему под одним углом, а вдруг параллельная прямая, тогда я прошла под другим углом. Это она прямая. Да. Я думаю, что параллельные линии проживает не тот. Почему? Здесь уже подошли к такому пункту, когда не очень понятно, чем можно пользоваться. Так, давайте запишем эту теоретку. Вот здесь вот у нас есть такой угол альфа. Здесь вот у нас есть какой-то угол б. Вот эту прямую давайте обозначим б. Вот эту прямую давайте обозначим а. Итак, теоретка. Теоретка. Если прямая А параллельно прямой Б, то углы равны. Вы видите, что эту теорему вы доказывать не умеете. Тем не менее, давайте сделаем такую простую вещь. Давайте пока фиксируем ее в качестве известной. Вот предположим, что мы ее знаем. И вернемся все-таки к нашей... Просто боюсь, что иначе вы потеряете нить урока. Потому что мы же все-таки должны были разобраться с этими линиями, да? Если принимаются цифры в параллельно-приводной цепи, если попадая провести чрезвычайную линию, припуску, он не тот, что не скажет. Попробуйте. Попробуйте. Попробуйте сейчас мне порассказать. Нужно резко изменить подход к этой задаче. Так как здесь перерисовывать, доказать не просто трудно, а очень трудно. А чтобы получилось у нас все легко, нужна новая картинка. То есть треугольник перерисовываю как был, совершенно без обвинений, как он был, так и есть. Точку Z перерисовываю так, как она была. Все замечательно. Z – это середина отрезка. З – это треугольники. Взяли середину стороны А, Б. Середину стороны А, Б. А мы дальше включаем пенедель. Не будем здесь процветить. А проведем параллельную прямую. Вот эта вот какая-то там прямая проводится параллельно прямой ВС. Если честно, потом окажется, что это та самая точка ЕГИ. Но это будет только потом. А пока мы ее провели. Здесь получилась какая-то там точка Т. Господа, мы сейчас считаем, что знаем вот этот факт. Что у меня есть несколько проливных минут, тогда все будет работать. Значит, когда я провел параллельно, у меня, может, немножко косо получились, наверное, я не чуть-чуть правлю, да. Знаете, так будет получше. Так вот, когда я так провел, то эти углы что? Равны. А вот эти углы тоже что? Тоже равны. Потому что это параллельные прямые. Замечательно. Замечательно. Возник треугольник, у которого один угол тот, что и был в большом треугольнике, а другие такие. У него одна сторона положит как стороны большого треугольника. Соответственно, сейчас я хочу объяснить такую вещь, что просто у него все размеры в два раза меньше, чем размеры большого. Ну, если бы вы уже знали такое слово «подобие», то я бы ему просто уже и сказал. Это два треугольника, подобные с коэффициентом 2. Но, поскольку чувствует, что большинство не знает такого слова, придется объяснять подробно. Подробное объяснение звучит так. Объяснение такое. Надо взять и провести другую прямую. Прямую параллельно АС. Давайте ее обосначим. Прямая В. Прямая В параллельно прямой АС. Замечательно. Что в таком случае у нас получается? Что вот этот вот угол равен этому. Согласны? Там две параллельные прямые. И вот очень хорошо. А еще, господа, смотрите. Вот есть эта прямая, секущая. И есть ей параллельно. И получается, что вот этот угол, он какой? Вспомните, пожалуйста, эту красивую. Вот они здесь все одинаковые. Так с вами вертикально нет. Значит, если у вас есть две параллельные прямые, и они пересечены вот этим, то этот угол чему равен? Вот этот угол. Он равен этому углу, конечно. Очень хорошо. Теперь смотрим. Теперь смотрим. У нас две параллельные прямые. Здесь угол. Значит, здесь что? Такой же. Понимаете? Две параллельные прямые, и у них секущие. Господа, мы получили совершенно трестающую вещь. Вот этот треугольник такой же, как этот. Все согласны? Да. Отлично. Такой же, почему? Потому что сторона вот такого, одинаковая. И углы все одинаковые. Это называется признак конкурентности треугольников по стороне и в углу. По стороне и в углу, привлежащих к другу. Отлично. А если треугольники, на самом деле, это один и тот же треугольник, которые присутствуют в разных листах, так называемые конкурентные треугольники, то я точно знаю, что вот этот отрезок равен вот этому. Очень хорошо. И я знаю, что вот этот вот отрезочек, ТС, равен вот этому. Давайте я здесь поставлю такую точку. В это. Отрезок ЗВ равен отрезку ТС. Замечательно. Замечательно. И еще. Раз у меня эти два... А не, стоп, почему это? Чуть я сообщил. Не этому. Вот этот треугольник равен этому треугольнику. Значит, ЗВ какому равен? АТ. АТ, да. Уграю на треугольнику АТ. Вот этому, если я это докажу, то у меня получится, что точка СТ середина. Понимаете? Пока я это не доказал. Но тем не менее, если вы посмотрите внимательно на этот противник, то смотрите, что у вас есть. У вас есть вот эта вот замечательная фигура. СТВС. У нее, вот эта сторона параллельно этой. Эта сторона параллельно этой. Как называется такой четвергольник? Параллельно? Параллелограмм. Параллельно. Параллелограмм. Вот эта фигура параллелограмм. Если вы мне сейчас объясните, почему у параллелограмма положенные стороны равны, то задача будет полностью решена. Кто это сможет объяснить? Нет, секунду. Давайте поймем, что мы знаем про него. У нас есть фигура, у которой вот эти две стороны параллельны, и вот эти две стороны тоже параллельны. То есть, вы прямили две параллельные прямые и две другие параллельные прямые. И вот вопрос, почему верхняя сторона равна нижней, а левая сторона равна правой? Я поставлю. З, чего? Четырех углов. Ну нет, во фрега же четыре, я раз за него, а что? Да, он четырех углов. Да? Если я спросил, что через точку B, T параллельную B, то вам сейчас не разбили равны от 3, 5, однозначно. Смотрите, вы хотите мне сказать такую вещь, провели через точку T прямую параллельную АВ, да? Проблема, чего я не стал делать. Я не уверен, что это пройдет через точку B. Понимаете? На самом деле пройдет, но пока-то мы это не увидим доказать, а проводить вот так вот прямую не хочется, потому что здесь будут две точки, я не буду понимать, что с ними делать. И так, все уперлось, тярем основание левого. Такой несложный факт. У параллелограмма, противоположные стороны равны. Почему? Да. Может, если я две параллели, она улучшится с двух сторон иной, значит, вы можете прямой, буду за мной. Вы можете вспомнить? Лена, обращаю ваше внимание. Вам сейчас разрешено пользоваться вон той левой теоретикой. Можно ей пользоваться. Да, прошу. Ну, следовательно, ранее, что у вас идет два. Каждый полгол равный? Не понимаю, что у каждого. Нет, нет, про равенство углов мы действительно уже поняли. Вот этот угол равен, этот равен этому, соответственно, дополнение на 180 тоже равен. Это замечательно. Ну, а долго-то, у нас есть точечный угольник, противоположный глуменьем равный. А почему же не стороны противоположные? свойства. Свойства, так, трансплеченные доказательства. Если у него равны, мы можем предположить, что у него не параллельные стороны равны, и с этого стреляем. Серега, подсказка, смотрите на левую теоретику. .b из .v провести .t Молодец. Ребята, запомните, пожалуйста, это крайне простое действие. Вот так вот проводите. Что у нас здесь? У нас есть две параллельные прямые, поэтому вот эти углы что? равны. Равны. У нас здесь есть две параллельные прямые, поэтому эти углы что? равны. Равны. А значит, у этого треугольника и у этого треугольника равны. Вот эта общая сторона, а вот этот углы равны этому, а этот углы равны. Согласны? Да. Значит, эти треугольники что? Равны. Значит, эти отрезки равны, и эти отрезки тоже равны. Отлично. Переходим на эту картинку. Значит, противоположное для zt это vc, противоположное для zv это tc. наконец-то. Господа, я только что доказал, что точка t это точка y. И при этом отрезок zt лежит на прямой параллельной vc. И при этом отрезок zt равен половине отрезка vc. Поняли? Поняли. Значит, для этого средней линии мы доказали. Отлично. Кстати, как зовут вот эту фигуру? x, y, a, z. Нет, не ровно? Нет. Как зовут эту фигуру? Параллелограмма. Параллелограмма. Потому что здесь у нас средняя линия параллелограмма. И у параллелограмма мы уже поняли с вами, да? Вот эти два триугольника что? Образные. Давайте двигаться дальше. Кстати, вот это я собираюсь сегодня оставить из доказательств. Дело в том, что это очень интересный вопрос, но я бы чего-то огромная доля программы 7 класса биометрии это как раз доказательства вот этой биометрии. И, ребята, из педагогической практики практически все закончившие 7 класс не знают этот факт. То есть хотя большую часть года именно на него тратят на уроках геометрии, но абсолютное большинство учеников умудряется выручить все по металлу. Ну вот, очень интересно, когда вы закончите 8 класс, вспомните это в мае месяце и посмотрите на самом деле вы его выручили в деле наш.